Всем привет, с вами FreeStudio21.com и мы читаем текстик со страницы, если я не ошибаюсь, 34-й. Вот он. Это, скажем так, не текстика, а образец того, как описать человека. Поэтому я взяла за себе задачу не так сделать все эти упражнения, как прочесть этот текст, чтобы вы все видели, как писать подобное сочинение или как это говорить и все такое. Итак, My Cousin Jenny by Rosalind. Розалинда описывает свою кузину Дженни. I have a cousin whom I am very fond of called Jenny. Although I don't see her that often, we always get on really well. She is a few years older than me, but she doesn't make me feel that I am too young. У меня есть кузина, ну или двоюродная сестра, которую я очень люблю и зовут ее Дженни. Несмотря на то, что мы не видимся с ней очень часто, мы всегда хорошо ладим. Она на несколько лет меня старше, но она никогда не заставляет меня чувствовать себя, как будто я слишком маленькая. Что здесь интересно? Здесь есть вот это слово although. Although. Although, несмотря на то, что. Когда вы что-то чему-то противопоставляете. Несмотря на то, что. Несмотря на то, что. Обратите внимание, что стоит это слово в начале предложения. И это его обычная роль. Дальше, что здесь еще интересного? We get on very well. Мы в отличных отношениях. Можно так это переводить. Ну, а так больше ничего интересного. Пожалуй, вот еще одна интересная фраза. Doesn't make me feel. She makes me feel. Можно перевести как Она заставляет меня себя чувствовать. Но это как-то не очень звучит, поэтому я, наверное, напишу иначе. Рядом с ней Я чувствую себя. Вот так вот это можно переводить. Я чувствую себя. И поэтому здесь, в этом абзаце, рядом с ней я не чувствую себя слишком маленькой. Или слишком молодой. Или что-нибудь такое. Едем дальше. Смотрим, что интересного здесь. Дженни довольно высокая и худощавая. С достаточно длинным коричневыми волосами. Здесь очень интересный оттенок. Средне-коричневый. Как это понимать? Средне-коричневый. Ну, светло-коричневые волосы. Вот так это можно перевести. Светло-русые волосы. Или русые просто волосы. Русые волосы, бледная кожа и веснушки. Она очень спортивная. Обычно носит волосы завязанными сзади в хвост. Потому что она всегда бегает и не любит, когда волосы попадают ей в лицо. Она довольно красивая, особенно когда смеется. Итак, что у нас здесь интересного? Скини. Худощавый. Скини. Худощавый. Далее. Longish. Вот это вот слово очень интересное. Мы привыкли к слову long hair. Длинные волосы. Ну, а если волосы не длинные? Если они такие средние. Не короткие и не длинные. Такие средние величины. До плеч. Чуть ниже плеч. Для этого используется слово longish. Длинноватые. Если вот так вот. Волосы. Средней длины. Вот так можно это переводить. Средней длины. Далее. Medium brown. Запишу. Это русые волосы. Далее. Что тут еще интересного? Pale skin. Бледная кожа. Бледная кожа. Кожа. Freckles. Это веснушки. Freckles. Веснушки. Далее. Что тут еще интересного? Спортивный. Имеется ввиду, ну, спортивная такая, спортивные повадки. Она там подвижная, все такое. Дальше. She wears her hair tied back in ponytail. Завязывает волосы в хвост. Сзади, на затылок. Завязывает волосы в хвост. Вот такое вот интересное слово. Пани-тейл – это хвост, собственно говоря. Обратите внимание, что они говорят «носит свои волосы», как одежду носит. Ну, у них так говорится, мы так говорим. Далее. She doesn't like it flying in her face. Не любит, когда волосы лезут в лицо. Лезут в глаза, мы говорим. «Especially», «особенно», 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 «когда смеется». Она симпатичная, особенно когда смеется. Едем дальше. «When I see her, she always seems to be in a good mood. She tends to be very cheerful and positive and is good company. Being lively and chubby, she has the neck of putting people at their ears. And has no difficulty making new friends. I also find her quite direct and honest. She says exactly what she thinks, which can be a bit shocking at times, if you don't know her. She also has a gentle side, though, and can be very considerate and sympathetic. For example, she was very kind when I had a terrible argument with my parents a few months ago. Так, что мы здесь имеем? Здесь пошла речь уже не о внешности, а о характере человека. Когда я её встречаю, она кажется всегда в хорошем настроении. Она обычно очень весёлая, позитивная и всегда представляет собой хорошую компанию. То есть с ней всегда классно. Будучи жизнерадостной и говорливой, общительной, можно сказать, у неё такой дар, что люди рядом с ней чувствуют себя, ну, как бы в своей тарелке. И с ней никаких проблем подружиться. Я также нахожу её достаточно прямой и честной. Она говорит всегда точь-в-точь то, что думает. И это иногда может шокировать в случае, если вы её не знаете. Она также имеет такую, ну, не сказать слабую сторону, ну, в какой-то мере слабую сторону. Хотя, можно сказать, она имеет, даже не знаю, как лучше сказать. Но она, с другой стороны, также очень такая человечная. Несмотря на то, что, несмотря на всё это, что она такая прямая, она, тем не менее, такая человечная и может быть достаточно, может людям и сочувствовать, и быть достаточно решительной. Например, она была ко мне очень добра, когда у меня была серьёзная ссора с моими родителями несколько месяцев назад. Вот. Вот такой интересный абзац. Даже мне было интересно переводить. Итак, что здесь хорошего было? Seems to be in a good mood. Кажется, она всегда в хорошем настроении. In a good mood. Вот это выражение. В хорошем настроении. Ой. В хорошем настроении. Дальше. Она всегда очень весёлая и позитивная. She tends to be. Вот это выражение tends to be. Вот этот tends, его можно переводить словом обычно. Usually. Это синоним. Практически это синоним. Поэтому здесь его можно вообще проигнорировать, но можно переводить обычным. Она обычно очень весёлая и позитивная. Чейфу весёлый. Весёлый, жизнерадостный. И ещё одно интересное выражение. She is a good company. She is a good company. Как это можно перевести? С ней хорошо. С ней хорошо быть рядом. Она хорошая компания, если дословно. Но мы так не говорим. С ней хорошо быть рядом. Это человек, с которым хочется, короче говоря, находиться рядом. Далее. Что тут ещё интересного? Вот это интересное выражение. She has the neck of putting people at their ass. С ней люди чувствуют себя комфортно. С ней люди чувствуют себя комфортно. Себя комфортно. Или чувствуют себя в своей тарелке. Вот так вот можно сказать. Короче, с ней всегда уютно, приятно, комфортно и так далее, и так далее. У неё такая способность. She has the neck. Вот этот вот neck. У неё есть эта способность чувствовать себя, что люди рядом с ней чувствуют себя комфортно. И с ней не проблема завязать дружеские отношения. Дальше. Ещё одно интересное выражение. I also find her. Я нахожу её. Вообще, в английском языке очень любят подобные выражения. I find her. Я считаю, что она. Вот так вот это можно переводить. Считаю, что она. Или, иначе говоря, я нахожу её. Я нахожу её. Там какой-то. Я нахожу её там общительной, в общем, и так далее, и тому подобное. A bit shocking. Немного шокирует. Далее. At times. В случае. В том случае, если ты её плохо знаешь. Далее. У неё есть также и добрая сторона, скажем так. Вот это очень интересное выражение. Мне сразу и даже перевести было как-то сложно. Потому что, на самом деле, general side – это не слабая сторона. Слабые стороны в нашем, в русском языке, понятие слабые стороны – это недостатки. Обычно речь идёт о недостатках. Здесь речь не идёт о недостатках. Здесь речь идёт просто о другой черте характера, которая мягкая. И поэтому можно сказать, что у неё также есть более человечные черты. Не только рубить правду матку в лоб, но также она может быть и мягкой. Она может быть и доброй, и мягкой, и всё такое. Несмотря на это. Несмотря на это, вот эта Зоу относится вот сюда, вот этой мысли. Что здесь она прямая такая, но, несмотря на это, она может быть и сочувствовать, и быть доброй, и нежной, и всё такое. Дальше. Sympathetic. Sympathetic. Sympathetic – вот это слово запомните себе. Сочувствующий. Сопереживающий людям. Сопереживающий людям. Далее. Далее, далее, далее. Ничего интересного. Едем дальше. For all these reasons, I really like her, and I wish I could see more of her. However, we mail and text a lot, and we know that if I have a problem, I can always talk to her, and she'll try to help. I am glad that she is part of my family. Итак, по этим причинам она мне действительно нравится, и я хочу видеться с ней чаще, или жаль, что мы не видимся с ней чаще. Однако мы переписываемся по электронной почте, посылаем друг другу смс-ок много, и я знаю, что если у меня есть проблемы, я всегда могу с ней поговорить, и она попробует мне помочь. Я рада, что она часть моей семьи. For all these reasons. По этим причинам. По этим причинам. Далее. However, однако, но. Так, ну и mail и text a lot, я думаю, все ясно. Text – это в данном случае посылать смс-ки. Дальше, что здесь еще интересного? Ну, вот это, в принципе, все. Вот такой текстик. Маленький, но очень-очень интересный, потому что здесь встречаются, во-первых, опорные слова, которые вы будете использовать в своем сочинении, ежели вы таковое будете писать. И первую часть можно охарактеризовать как вступление, introduction такой себе. Introduction. Потом у вас обязательно должны быть appearance, то есть внешность. Речь идет о внешности человека. Далее у вас обязательно должно идти о чертах характера, то есть personality. Здесь вы описываете черты характера. И последнее завершение, почему вам этот человек нравится или не нравится и почему. Там, ну, не знаю, conclusion, заключение какое-то, почему вы вообще о нем написали. Вот так вот, скажем. Вот, имея эти четыре пункта, вам надо будет наваять сочинение на 250 слов. Не слабо. Но, имея вот такой шикарный пример, я думаю, проблемы у вас не будет. Кроме того, в следующем ролике я все-таки, несмотря на то, что рассмотрю еще интересное, там есть словарик к этому сочинению, посмотрим слова, которыми можно охарактеризовать внешность или personality, или там еще чего-нибудь. И, может быть, даже попробуем написать какое-то, какое-нибудь худенькое сочинение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.